Здравствуйте! Меня зовут Мария Билая, я визовый эксперт компании Турпартнер. Есть немало составляющих, которые в целом повышают ваши шансы на получение визы в США. И в этом видео мы поговорим о первом шаге, а именно о заполнении визовой анкеты ДС-160, которая заполняется при подаче на получение неиммиграционного типа визы. Прежде чем приступить к заполнению анкеты, вам нужно запастись терпением и английским словарем. Этот процесс непрост, и от него зависят ваши шансы на получение визы. На сайте ceac.state.go выбираем опцию ДС-160. Далее нужно выбрать страну, где вы будете подавать документы, ввести код, подтверждающий то, что вы не робот, и нажать Start Application, после чего система сгенерирует уникальный код вашей анкеты, который обязательно надо записать. Далее выбираем секретный вопрос и отвечаем на него. И вот только теперь вы переходите к самой анкете. В первом блоке очень внимательно заполняем личные данные. Важно понимать, что на заполнение одной страницы анкеты дается 5 минут, и если вы не введете все данные и не перейдете на следующую страницу, вас выбросит из анкеты, а данные не сохранятся. Вот почему вначале я говорила о терпении. Вторая страница – персональные данные, касающиеся вашего гражданства и национальности. Третий блок – ваша контактная информация. Адрес проживания, прописка, номер телефона и электронный адрес. Совет. В любой момент вы можете нажать кнопку Save, и тогда все данные, которые вы ввели, сохранятся, и вы сможете вернуться к заполнению анкеты в любой удобный для вас момент. Четвертый блок вопросов – паспортные данные. Обязательно все сверьте с паспортом несколько раз, чтобы не допустить ошибку. Пятый блок касается вашей цели поездки. Выбираем тип и подтип визы. Информацию о типах визы вы можете узнать по ссылке, указанной ниже в описании. Продумайте заранее ваш маршрут, приблизительные даты поездки и города, которые вы хотите посетить, и укажите это в анкете. Не нужно пугать визового офицера тем, что вы собираетесь путешествовать по Америке 6 месяцев. Лучше укажите краткосрочную поездку. Далее идут вопросы, путешествует ли кто-то с вами. Тут все очень индивидуально, как и в ситуации с семейным положением. Если у вас есть вопросы по этой части анкеты, задавайте их в комментариях, и я с удовольствием на них отвечу. Следующий блок – о месте, где вы будете жить в США. Потом вопросы о родителях, и есть ли у вас кто-то из родственников в Америке. Тут рекомендую не обманывать посольство и отвечать честно. Далее ряд вопросов о работе. Где работаете? Кем? Уровень заработной платы. Также нужно рассказать о предыдущем месте работы и о вашем образовании. Хочу обратить ваше внимание на то, что женская и мужская анкеты разные. К примеру, в женской анкете отсутствуют вопросы об образовании и предыдущих местах работы. Поэтому, если вы, девушки, не найдете этих вопросов в своей анкете, не пугайтесь. Так и должно быть. И вот, наконец-то, мы добрались к последнему блоку вопросов, который относится к уровню вашей безопасности. Настоятельно рекомендую не промахнуться и не нажать случайно «Да», чтобы потом долго не объяснять визовому офицеру, что вы все-таки не террорист. Ответив на все вопросы, убедитесь в правильности информации и в случае необходимости исправьте ошибки. Если же вы уверены, что все верно, загружайте фотографию, смело подписывайте анкету и отправляйте в посольство на рассмотрение визовому офицеру. Только после заполнения анкеты и оплаты консульского сбора вы можете создавать свой профиль на сайте посольства и записываться на собеседование. Как записаться на собеседование мы обсудим с вами в следующем видео. И для того, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать колокольчик. Из этой информации вы видите, что заполнить визовую анкету можно самостоятельно. Но даже малейшая ошибка или некорректно указанная информация может привести к подозрениям со стороны визового офицера, а потом и к отказу в визе. Именно поэтому мы рекомендуем вам обратиться к специалистам, чтобы быть уверенным в правильности заполнения анкеты и подготовки ваших документов. И самое важное, ваша анкета останется навсегда в базе посольства. И в случае повторной подачи она сыграет существенную роль в принятии решения. Именно поэтому не допускайте, пожалуйста, ошибок и делайте все правильно с первого раза. Желаю вам удачи!